Почему плодовые деревья так обильно весну отцветут, а плоды не завязываются? Этот вопрос мне часто задают разочарованные своим плодовым садом клиенты. Вроде и сорт выбрали хороший, и в питомнике проверенном купили, и сажал деревце садовник по всем требованиям, а урожаев все равно нет. Вот и начинают многие думать, что плодовые слишком требовательны и заменяют их декоративными, или наоборот, начинают чаще обрабатывать, побольше удобрений сыпать и поливать подольше. В этом видео я постараюсь ответить на этот вопрос, а в конце видео мы вместе с вами разработаем схему посадки плодовых деревьев, так, чтобы они и урожай хороший давали, и гармонично вписались в дизайн вашего сада. Большинство плодовых деревьев относятся к перекрестно опыляемым растениям. Я не буду вдаваться в подробности этого процесса, а постараюсь на более практических моментах рассказать, что это значит для нас. Итак, первое. Переопыление возможно только среди идентичных культур. То есть черешня не может опылить вишню, а яблоня – грушу. Получается неправильно садить у себя на участке одну яблоню, одну черешню и одну грушу. Конечно, если за забором у вашего соседа тоже растет черешня, яблоня и груша, то у вас все получится. Но если вы купили свой участок не в старом садовом кооперативе, а в современном коттеджном городке, то ваши шансы на удачу значительно уменьшаются. Исключения из этого правила есть – это айва, абрикос и персик. Это самоплодные культуры. И для хорошего урожая достаточно одного растения в саду. То есть нам на участке нужно не просто посадить две черешенки, но чтобы эти черешни были разных сортов. И подбирать эти сорта нужно так, чтобы они цвели в одно и то же время. Третье. Чтобы произошло опыление, нам нужны опылители. Если на участке 24 сотки среди идеального газона и хвойных культур растет две яблоньки, то пчелы и шмели, скорее всего, выберут соседний дикий участок с морем одуванчиком. Поэтому, если вы хотите привлечь на свой участок опылители, вам нужно обеспечить их разнообразием растений. Идеально возле плодового сада где-то выделить небольшую зону такого дикого сада, дикого участка. В этой зоне будет разрешено цвести одуванчику, анимоне, барвинку, фиалкам. А также в этой зоне смогут зимовать некоторые насекомые, которые очень полезны для вашего сада. Например, божья коровка. А еще возле плодового сада хорошо посадить иргу и яблоню декоративную, а также кустарники жимолости. Эти растения тоже привлекут ваш участок пчел и шмелей. Подведем небольшой итог. Обильное цветение еще не гарантирует урожай. Для этого нам необходимо, чтобы во время цветения между идентичными культурами, но их разными сортами, произошло переопыление. Возьмите себе за правило на своем участке всегда высаживать плодовые деревья парами, состоящими из разных сортов. И конечно, чем больше разнообразие сортов представлено у вас на участке, тем больше шансов у вас получить качественный и обильный урожай. Перед тем, как перейти к практической части, я хочу немного рассказать о системе Стефана Сапковиака. От этой системы я отталкиваюсь при проектировании плодовых садов. Он рекомендует сажать сад в виде рядов. Расстояние между деревьями 2,5-3 метра, а расстояние между рядами 3,5 метра. В таком ряду плодовые деревья садятся тройками по схеме А, Я, С, Г. Где А, азотфиксатор, Я, яблоня, С, флива и Г, соответственно, груша. Посадка тройками помогает, во-первых, изолировать насекомых вредителей от распространения на другие деревья. В монокультурных посадках очень сложно держать численность насекомых вредителей под контролем без применения химии. Такая смешанная посадка помогает сдерживать, изолировать насекомых вредителей в пределах одного дерева. Второе. Улучшить состав почвы за счет азотфиксаторов, которые обеспечивают азотом соседние растения. Благодаря такой посадке широкими рядами мы подсаживаем под деревья в средний ярус ягодные густарники, малину, а нижний ярус заполняем пряными травами, медоносными растениями. Таким образом поддерживаем видовое разнообразие, чтобы создать гавань для хищных насекомых и привлечь опылителей. Конечно, использовать все эти принципы в небольших городских садах сложно, но кое-что мы все-таки можем позаимствовать. Это один из наших реализованных проектов. Участок находится в пригороде Киева, площадью 12 соток. Клиентка хотела видеть свой плодовый сад в очень лаконичном стиле. Мы достигли этого результата за счет стриженных квадратов из самшита под деревьями. Они создают структуру, задают ритм, и этот участок выглядит симпатично даже зимой. Плодовые деревья представлены парами разных сортов. Под плодовыми многолетник шалфея карадона. Начинает цвести очень рано, цветет продолжительно и обильно. Его любят пчелы, бабочки и шмели. За плодовыми деревьями находятся кустарники жимолости, крыжовника, смородины. Отдельным рядом представлено в виде изгороди голубика, тоже разных сортов. Голубику лучше садить отдельно, так как она очень требовательна к кислотности и структуре грунта. Так эти требования проще выполнить и поддерживать. В клумбе перед плодовым садом растет ирга и несколько декоративных яблонь. В клумбах много цветущих кустарников и многолетников. Газон здесь играет роль дорожки, а не основного элемента сада. А теперь время практической части. Я предлагаю нам вместе прорисовать схему размещения плодового сада на участке в 6 соток. Я люблю использовать для этого миллиметровочную бумагу и кальку. На миллиметровочной бумаге вы можете обозначить, где у вас находится дом, гараж, терраса, дорожки. Все, что есть на участке. А кальку мы будем прикладывать сверху на миллиметровочную бумагу. И уже на кальке будем рисовать все наши растения. Это позволяет нам сделать столько вариантов, сколько необходимо на кальке. При этом не перерисовывать каждый раз вот этот основной план. Вот наш участок со стандартными размерами 30 на 20. И мы решили, что плодовый сад мы расположим вот вдоль этого забора. Для небольших участков я рекомендую использовать плодовые деревья шпалерной формы. Такие деревья можно садить вблизи забора. Они не занимают много места и они очень декоративны. Поэтому разметим, где будет наше первое и последнее дерево. Отступаем 2 метра с этой стороны забора и 2 метра с этой стороны забора. Прикладываем кальку. И можем нарисовать себе вот это первое наше дерево каким-нибудь кружочком. Дальше вы просто делите расстояние между первым и последним деревом на равные части. Учитывая, что между деревьями в среднем должно быть 3 метра. Итак, первое дерево у нас азотфиксатор. Про азотфиксатор я сниму отдельное видео. Это большая достаточно тема. И я расскажу, какие использовать на своем участке, как их садить. И дам полную информацию на эту тему. Следующее дерево у нас будет плодовое, будут шпалерные формы. Мы его рисуем вот каким-нибудь таким прямоугольничком. Следующее дерево тоже шпалерное, тоже прямоугольничком. И опять начинается наша тройка. Азотфиксатор. Шпалерное дерево. Прямоугольничек. Прямоугольничек. Азотфиксатор. И повторяем. Еще у нас помещается как раз идеально два прямоугольничка. Теперь нам нужно определиться, какие плодовые культуры мы будем использовать у себя на участке. Например, мы выбрали черешню, грушу и вишню. Из этих трех культур наиболее декоративные это вишня и круша. Потому что у черешни бывают скрученные листочки. Летом ее очень любят клям. Поэтому на нашем участке вот центральный вход. Вот эта часть будет часто просматривая. И часть террасы будет чаще просматривая. Поэтому нашу черешню мы отправим посерединке. Это у нас будет две черешенки. Опять же, заметьте, разных сортов. Вот здесь, например, у нас будет две грушки. А здесь две вишенки. С деревьями мы разобрались. Теперь начинаем заполнять средний ярус. Средний ярус это наши кустарники. Вот с двух сторон от азотфиксатора у нас есть место. Мы прорисовываем такие кружочки поменьше. И между шпалерными деревьями тоже у нас легко поместятся кустарники. Например, здесь у нас может быть жимолость. Здесь может быть крыжовник. Здесь пусть будет черная смородина. Здесь еще один крыжовник. Здесь может быть арония черноплодная. А здесь пусть будет еще красная смородина. Средний ярус готов. Теперь заполняем... К среднему ярусу мы можем еще отнести малину. Например, на задний план. Мы можем где-то посадить еще вот здесь к забору или ежевику, которая будет лианой. Вот, например, вот здесь. Возле азотфиксатора. Или можем посадить малину под забором. Ремонтантные сорта. Опять же, здесь может быть ежевика. А здесь костик малины. Вот теперь у нас точно уже средний ярус полностью закрыт. И у нас остается нижний ярус. А в нижнем ярусе... Вот наша как бы... Вот эта часть. Которую мы отвели под плодовый сад. А в нижнем ярусе мы уже рассматриваем различные многолетники. Нижний ярус под деревьями и между кустарниками. Используйте для выращивания мяты, мелисы, исопа, шалфеев, монарды. Любых многолетников, которые вам нравятся. Которые будут привлекать ваш сад опылителей. Пусть вот этот участок будет цветущим. Пусть на нем будет много бабочек. А ваш урожай будет обильным. Я надеюсь, это видео было полезно и ответило на некоторые ваши вопросы. Если это так, поставьте мне лайк и подписывайтесь на канал. Потому что в следующем видео мы будем говорить об азотфиксаторах. Что это за растения и зачем они нужны в наших садах.